здравствуйте дорогие друзья 29 ноября 2016 года канал от подготовка программа периферийное зрение меня зовут сергей окунев вещаем мы из москвы московской области если быть точнее из одинцовского района поселка лохина из нашего вот дома народов да как он уже получил такое неформальное название в общем-то рад вас всех приветствовать субботы мы с вами не виделись целых три дня напоминаю что мы перешли в режим вещания вторник четверг суббота поэтому сегодня вторник сегодня мы в эфире в общем то всех рад приветствовать новостей у нас накопилось много и в плохих новостях сегодня будет много интересного и у нас я думаю будет не меньше интересного поэтому поехали давайте для начала перед в общем то перед основной частью перед новостной до подведем итоги нашего прошедшего опроса который был в общем-то в субботу как раз таки до задавали мы вопрос на тему на тему трудовых мест да то есть в общем-то рынка труда в россии с чем связаны проблемы рынка труда по вашему мнению вот такой у нас результат опроса а то есть самым популярным вариантом в общем-то оказался вариант с отсутствием рабочих мест но и бинет пардон самый популярный с низкой заработной платой и постоянной задержкой зарплат 44 процента отсутствие рабочих мест 25 процентов ну и в общем то отсутствие спроса на профессиональные кадры и жители россии ленивые и не хотят работать в общем-то разделили по 13 и 10 процентов большой большое количество проголосовавших людей в общем то то есть у нас такое уже в общем то общественное мнение можно его называть полноценным да потому что достаточно большой электорат ним участвует спасибо вам за то что принимаете участие в вопросах интересно ваше мнение в общем то если вы спросите меня то наверное да я соглашусь сейчас есть действительно большое количество рабочих мест может этим не соглашаться но тем не менее большое количество рабочих мест однако где просто в общем то не платят деньги да поэтому либо платят какие-то такие деньги о которых даже смешно говорить поэтому да конечно низкий за низкая заработная плата и задержки выплаты это конечно основная проблема сейчас которая будет вообще одной из основных социальных проблем россии ну и конечно основная проблема рынка труда это уже однозначно это что касается нашего прошлого вопроса вот вопросы нам задают большой ажиотаж у нас вызвал субботний эфир почти 20 тысяч человек его посмотрели и я в общем то что большое количество людей в комментариях поддержала мое мнение касательно сухого закона да будет сейчас еще три минуты по поводу сухого закона не не нет не пугайтесь не разбегайтесь в общем то не нисколько меня не удивило большое количество критики критики как правило не конструктивные то есть из всех комментариев критических подчеркнул наверное парочку с какими-то интересными такими зачатками мысли дано тем у которых можно было бы развить но развивать не буду потому что тему давайте уже проедем и закроем однако он задает вопрос и в общем то не первый раз такой вопрос задают сергей вы предлагаете как я понял если удастся революция то после 5 11 18 вести сухой закон а как же референдумы и мнение граждан во первых я ничего не предлагаю я никуда не баллотируюсь я не имею никаких нет новые и хотел сказать не имею политических амбиций я имею конечно политические амбиций я не имею каких-то чиновничных амбиций вот правильное слово мне нравится она вот поэтому я конечно ничего не предлагаю ввести какие-то сухие законы это во первых во вторых я сказал о том что сухой закон сегодня завтра через год и даже может быть через 10 лет не будет иметь ровно никакого смысла и может быть даже больше вреда принесет чем пользы почему-то это не услышали большинство наших критически настроенных граждан до которые там рассказывают о том что я предлагаю вводить какие-то репрессии там и так далее я ничего не предлагаю я сказал о том что сухой закон будет действовать только к случаю, если будет идти тотальная, в общем-то, пропаганда здорового образа жизни, да, причем грамотная пропаганда, построенная профессионально, и о сухом законе можно будет говорить, наверное, ну, может быть, через 100 лет, может быть, через 70, не меньше, да, раньше будет просто... Раньше не имело смысла, если перефразировать тот эстонский анекдот. Это, в общем-то, касательно сухого закона, тему мы закрыли, и, в общем-то, давайте перейдем тогда к новостям. Сегодня у нас будет еще один опрос, он уже висит в группе ВКонтакте, но мы сейчас дойдем до этих новостей, и я тогда объявлю, и, в общем-то, призываю вас в очередной раз. Ссылка на группу ВКонтакте есть в описании, принимайте участие в опросах. Мне интересно, да и, я думаю, нам всем, в общем-то, интересно мнение друг друга, да, и какие-то интересные комментарии ваши, интересные мнения я буду, в общем-то, показывать в нашей программе. Пишут, что я простыл, я не простыл, у меня, наверное, голос немножко подсел, но я не простыл. Да, но у нас продолжаются всевозможные забастовки, протесты, мы об этом говорили и в субботу, и в четверг, и в прошлый вторник, то есть это у нас уже в рамках нормы, скажем так, да, то есть сотрудники бурятских школ объявили забастовку. Я так понимаю, что это, значит, от 28 ноября, то есть вчерашняя новость. Общее собрание, в общем-то, школы приняло решение о забастовке с 5 декабря. Сотрудники не получают зарплату с 1 октября. Ну вот, как-то, знаете, с одной стороны, конечно, хочется поддерживать много протестов, хороших и разных, но Бурятия – это тот регион, где, в общем-то, наибольшее количество так или иначе происходит фальсификации на выборах, и мы все с вами видели, кто делает эти фальсификации и как, да, поэтому, в общем-то, не знаю, у меня какого-то прям вот уж сожаления и такого симпатии вот эти люди все-таки, наверное, не очень вызывают. Я не могу сказать, в общем-то, фальсифицировали ли выборы вот конкретно там какой-то человек, да, которого можно взять там по имени, по фамилии, да, но, в общем-то, то, что они работают в этой системе и так или иначе в этом участвовали, я практически не сомневаюсь, тем более в Бурятии. Да, вот официальный профсоюз АвтоВАЗа потратил более половины собранных с работников средств исключительно на себя. Очень интересная новость. Ну, во-первых, меня удивляет, что еще существуют хоть какие-то профсоюзы, и при этом они собирают какие-то деньги, то есть им кто-то платит деньги в профсоюзы, я не понимаю этих людей, откуда они взялись, наверное, какие-то пережитки советского прошлого. И вот АвтоВАЗ собрал 116,5 миллионов рублей, собранных с работников завода в качестве взносов. 116 миллионов рублей. Мне вот интересно посмотреть, какие сейчас задолженности на АвтоВАЗе, я практически уверен, что какие-то сохранились, и сколько, в общем-то, от этих... какой процент, да, вот 116 миллионов рублей, какой процент, это от общих задолженностей по зарплате, да, то есть вот эти деньги можно было бы просто вернуть рабочим в качестве оплаты их труда. Это было бы, кстати, не совсем честно, потому что это не оплата, а это возврат тех средств, которые они уже внесли, да, то есть им возвращают их же средства, им не платят. Но, тем не менее, я думаю, что люди бы не отказались, да, в общем-то, более половины, 51% средств так или иначе ушло на самих правкомовцев, да, то есть на обслуживание аппарата профсоюза, 51%, то есть это больше 50 миллионов рублей на профсоюз, на вообще как бы работу профсоюза. Но я думаю, там сидят две секретарши, какой-нибудь в лучшем случае один юрист, который проворачивает все эти финансовые махинации, и председатель правкома, вот они, в общем-то, как-то между собой делят эти 50 миллионов. Ну, понятно, что не только между собой, но тем не менее. В общем-то, остальные деньги были потрачены в том числе на мероприятия типа первомайской демонстрации, но вот уж без чего не могут обойтись сотрудники автоваза, так это от первомайской демонстрации никак они без нее не могут обойтись. А вот на трудовые споры с работодателем и защитой интересов работников, похоже, не ушло ни копейки. Сообщают местные средства массовой информации. Ну, о чем это говорит? Уничтожены, конечно, профсоюзы целиком и полностью. Я вообще удивлен, что они еще хоть в каком-то виде, хотя бы даже формальным, остались. Удивлен, что им кто-то еще платит деньги. Поэтому, конечно, профсоюзы должны в первую очередь как бы соблюдать права рабочих, да, и вот этим, так скажем, объединяющим звеном, да, в борьбе рабочих за свои права должны быть, но ни в коем случае не наоборот, да, когда через профсоюзы нагибают рабочих, и профсоюзы, в общем-то, являются такой аффилированной структурой руководства завода, да, то тогда это, наверное, предприятие того или иного. Наверное, это все-таки не имеет никакого смысла. Да, в профсоюз при устройстве на работу автоматически приписывают. Я понимаю, что эти 116 миллионов люди дали не самостоятельно, поэтому вы меня не удивили. Я все-таки предполагал, да, что как-то, как-то, наверное, там все-таки людей заставляют это делать. Да, вот в Эст-Киеме, значит, закрылся завод Беталекс, 300 человек уволены. В общем-то, тоже большой у них народный сход, я так предполагаю, собирается, в общем-то, и сообщают они, что последние месяцы работали на 10 тысяч рублей. Я вам могу сказать, что это, кстати, очень даже неплохо по нынешним условиям, да, 10 тысяч рублей, и вот теперь, в общем-то, их обанкротили, завод, и, в общем-то, сотрудников увольняют. 300 человек, да, то есть 300 человек в маленьком городе будут искать новую работу. Ну, вот к вопросу, опять-таки, о сухом законе, да, чем будут заниматься эти люди, мы понимаем. И им нужно не водку запрещать пить, а им нужно создавать условия, чтобы они работали, чтобы, в общем-то, водку пить было просто некогда, вот так скажем, да. Это к вопросу о том, что я там какие-то диктаторские меры предлагаю. Никаких диктаторских мер, наоборот, создать условия для людей, не более того. В Челябинске ожидается самое большое массовое увольнение сотрудников за последние годы. Замечательно, это меня, на самом деле, очень радует. Это, конечно, очень неправильно, там люди, у них есть семьи, у них есть дети. Безусловно, я им сочувствую, что они остаются без работы и вряд ли быстро найдут какую-то, хотя бы еще, в общем-то, еще какой-то заработок, да, пускай даже самый минимальный. Но, тем не менее, я думаю, что, в общем-то, это чем хуже, тем лучше в нашем случае. Поэтому это, в общем-то, 805 сотрудников, да, могут остаться на улице, как тут пишут. Но это 805 наших потенциальных, причем очень серьезных соратников, да, то есть самых таких боевых, назовем их так. Поэтому, замечательно, давайте закроем все заводы и все предприятия и посмотрим, к чему это приведет. Я думаю, что очень быстро мы это увидим, даже до 5-го, 11-го, 17-го. А вот сообщается о том, что, в общем-то, речь идет про МУП Челябинский автотранспортный, автобусный транспорт. МУП Челябинский автобусный транспорт и по решению арбитражного суда Челябинской области, в общем-то, была проведена процедура конкурсного производства. Ну, то есть это классическая схема перевода МУПа в концессию, то, о чем нам сейчас говорят. То есть это, в общем-то, приватизация 2.0. То есть мы сейчас видим с вами приватизацию 2.0, кто в 90-е годы уже был, в общем-то, в сознательном возрасте, это, наверное, 90% наших зрителей, те помнят, да, то есть передают эффективному собственнику. Муниципалитет не в силах справляться с предприятием, передает эффективному собственнику. Эффективный собственник, в общем-то, предприятие получает, очень успешно распродает все, что в нем есть, да, людей увольняет и запускает процесс, в общем-то, банкротства. Тут это совершенно такая же схема, классическая. Прошло там 25 лет, сколько, да, неважно, 26 не изменилось, вообще ничего. То есть даже, они даже не придумывают какие-то новые схемы. А с другой стороны, зачем это работает и перед кем им, в общем-то, оправдываться? Вот перед этими, в общем-то, перед этими 805 работниками оправдываться, да, ну, наверное, они не считают это нужным. Но вот рассказывают вообще о том, что вообще всех, если сосчитать все предприятия, так или иначе связанные с этим мупом, до марта 2017 года планируется сократить еще 2500 южноуральцев. Замечательно, 3000 с лишним наших, в общем-то, сторонников. Это же прекрасно. Жители Балашова не могут переселиться в новый дом. Кстати, тоже это можно назвать классической историей. Связана она с чем? Связана она с расселением так называемой программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Вообще, если кто не знает, то, согласно жилищному кодексу, я, если они, кстати, не внесли никаких поправок, но я не думаю, что они внесли каких-то поправок, согласно жилищному кодексу, если ваш дом находится в аварийном состоянии, то вы должны его за свои деньги снести, это не шутка. И, в общем-то, искать себе, в общем-то, приют, скажем так. То есть, мало того, что вам никто никуда вас не переселит, так вы еще и должны за свои деньги, в общем-то, это жилище, за которым никто должным образом, в общем-то, не наблюдал, должны его снести за свои деньги. Ну, там, я имею в виду, все жители, не один, конечно, какой-то. А тут нам приняли несколько лет назад, уже, наверное, лет 5 назад, программу переселения из ветхого и аварийного жилья. Ура! Такая серьезная программа, согласно которой, там, по 10 человек в год, да, переселяют по всей России. Но не по 10, согласен, чуть больше, но все равно, конечно, это мизерное количество, и по Саратову я могу сказать тоже. То есть, сдается огромное количество жилья, которое простаивает, абсолютно пустое, да, то есть, никто в нем не живет, потому что у людей нет денег покупать новые квартиры. У нас есть, там, новые поселки Солнечные, да, поселок Юбилейный. Если вы проедете вечером по этим поселкам, то вы увидите, что дома все новостройки стоят пустые, выключены свет, нет никаких признаков жизни, причем дома сданы, там, уже 3, 4, 5 лет назад. И они продолжают их строить. Но это довольно глобальная тема, почему что-то взорвалось, представляете? Мальцева нет, а что-то взрывается. Да, но это глобальная тема, почему строят дома, которые стоят пустые. Это тоже идиотская схема, в общем-то, строительства и приема-сдачи домов, дому-униципалитетам, так или иначе. Но, тем не менее, и вот сейчас нам рассказывают о том, что вот переселение из ветхого и аварийного жилья. То есть, речь идет о чем? Речь идет о том, что из старого жилищного фонда, который в аварийном состоянии переселяют, в новый жилищный фонд, который в аварийном состоянии. По Саратову могу привести такие примеры. То есть, людей переселяют в новые дома, которые построены год-два года назад. Они разваливаются уже тут же. То есть, нет элементарных каких-то условий для существования, скажем так. Я лично присутствовал в таком доме в поселке Солнечный, где отсутствует котельная. Вообще, в смысле, ее просто нет, не существует. То есть, все коммуникации подведены, котельной нет. И в коммуникации котельной включили коммуникации холодной воды. То есть, по трубам идет холодная вода. Это не шутка. Ну, хорошо, хотя бы не канализацию пустили по батареям, да, но тем не менее. То есть, у вас такой кондиционер зимой. То есть, мало того, что трубы просто не греют, так по ним еще идет холодная вода, которая, в общем-то, еще и охлаждает воздух. То есть, такой нам кондиционер устраивает. Поэтому, в общем-то, посмотрим, к чему все это приведет. Вот люди, я знаю, огромное количество людей, которые просто боятся, что их переселят. Они живут в своих аварийных домах, потому что они хотя бы знают, что ожидать, да, что это их дома, что, в общем-то, все проблемы. Они уже десятками лет знают, как-то их пытаются локально решать. А когда их переселяют вот в такие дома, где просто на, в общем-то, первоосновах, скажем так, да, то есть, коммуникации, фундамент, даже дело не в отделке. А вот в каких-то первоосновах, даже тут нарушения огромные, то, в общем-то, ну, о чем тогда говорить. Люди просто не хотят туда переезжать. А вот губернатор Полтавченко, сам петербургский губернатор, заявил, что чиновник, отремонтировавший дороги фотошопом, уволен. Если помните, я об этом говорил порядка двух с половиной, трех месяцев, трех недель назад. О том, что в Питере, в общем-то, чиновник отчитался о том, что отремонтировали дорогу, приложил фотографию, как оказалось, это фотошоп. Но вот я не очень понял, почему его уволили. На самом деле, это очень, скажем так, способный, да, способный сотрудник. Потому что фотошоп он сделал очень качественный, я не иронизирую. То есть, ему нужно было просто найти применение. Он мог бы делать какие-то плакаты, может быть, даже политические, может быть, даже для этого Полтавченко. То есть, это достаточно креативный человек и умеющий работать с видеоредакторами, да, то есть, с фоторедакторами, вернее. То есть, если мы помним в том же самом Петербурге, когда в пейнте кисточкой закрасили столб и отчитались о том, что удалили незаконную рекламу, да, это было намного менее, скажем так, качественно сделано. Тут все было намного более качественно сделано, поэтому, в общем-то, не заслуживает этот человек увольнения. Может быть, он и не заслуживает работать чиновником, да, но каким-нибудь веб-дизайнером, я думаю, с удовольствием найдется ему применение. Дом для китайцев. Ну, вот вы знаете, нам рассказывают о том, какие дома строят где-нибудь, в общем-то, в, ну, на границе с Китаем, да, то есть, в Сибири, на Дальнем Востоке, в тех краях. И, в общем-то, я понимаю, что в Саратове все примерно так же происходит, то есть, особой разницы-то не ощущается, скажем так. А вот на место исчезнувших в Волгограде урн появились урны без дна. Выглядит это вот так, то есть, в этой стране даже в урнах нет дна. Вот так мы увидим. Ну, здесь Улюкаев должен, конечно, сказать о том, что дно урны не достигнуто, да, то есть, это такая бесконечность и далее. Можно так это процитировать. Вообще, насколько я понимаю, в этих урнах должны быть металлические, вот я вам еще раз покажу, то есть, сверху должны вставляться металлические такие, как их назвать, даже не знаю, но сами, в общем, металлические баки, да, которые должны быть съемными. Но их, видимо, либо не заказали, либо отправили кому-то на дачу, либо что-то еще произошло, в общем-то, как это всегда и бывает, да. И в итоге такие вот прекрасные урны появились в Волгограде. Причем оттуда убрали все нормальные урны, которые были с дном, и поставили вот такие. Ну, молодцы, что сказать. Сергей спросил у Мальцева и сам ответ, для чего Соловьев в воскресном вечере говорил о справедливости? А о чем-то другом говорит, в общем-то... Соловьев говорит обычно о чем-то другом, он всегда говорит о справедливости. У него такая вот своя справедливость, свое представление о справедливости. В Уфе похитили... похоронили, пардон, в Уфе похоронили утонувший автомобиль. Но это новость, которая обошла буквально все информационные порталы. Ситуация классическая. Вот такая нарния открылась на одной из автостоянок в Уфе. Там стояла Лада Калина. И эта Лада Калина оказалась, в общем-то, под землей. Я так понимаю, что подмыли, где-то прорвало трубу, и, в общем-то, асфальт подмыло. И асфальт, в общем-то, провалился вместе с достаточно тяжелым автомобилем. Приехали сотрудники коммунальных служб, откачали воду. И что бы вы думали, не нашли там автомобиля. То есть, Лада Калина пропала. Но я предполагаю, что Лада Калина за все свои грехи отправилась прямиком в ад. Но, в общем-то, достоверно до сих пор неизвестно, куда исчезла эта машина. И после непродолжительных и безуспешных поисков этого автомобиля приехал грузовик с песком и сразу же, в общем-то, засыпал эту яму. То есть, в общем-то, Ладу Калину либо похоронили, либо она куда-то уплыла. Но будет очень интересно ее потом где-то обнаружить. Поэтому, если кто-то мечтает о, допустим, первом автомобиле, или у кого-то нет возможности, в общем-то, приобрести себе машину, то вы можете отправляться в Уфу на раскопки. Но это будет очень непросто. Но, тем не менее, вот где-то в Уфе похоронена Лада Калина. Насколько она, в общем-то, в рабочем состоянии судить вам. Но, тем не менее. Я так понимаю, что коммунальщики обязуются, в общем-то, владельцу компенсировать потери, приобрести такую же машину. Но посмотрим, к чему это приведет. Такую же, мне интересно, такую же, в смысле, утопленную им найдут? Или такую же, как она была до провала? В Башкирии двое рабочих косили покрытую снегом землю. Ну, тоже это классическая история. Есть план, и план нужно выполнять. Мы знаем, как, в общем-то, по Саратову, по Москве, по всем городам, в дождь, в ливень ездят машины, которые поливают улицы от пыли. То есть, совершенно бестолковым занятием занимаются. Тут точно такая же история. Рабочие, в общем-то, косят снег, да, то есть, землю, покрытую снегом, косят. Ну, потому что, в общем-то, по графику они должны ее косить, несмотря на непогоду, да. То есть, денег дали, сказали, идите, косите. А, в общем-то, непогода – это уже другой разговор. А вот в следующем году поселок Комсомольский в Саратове станет образцом. Ну, вот я думаю, что Вячеслав Шлавович с удовольствием прокомментирует эту новость. Это у нас губернатор заявил, наш любимый Валерий Радаев, на встрече с главой Саратова Сараевым. То есть, у них такие эти шоу-бой нехило. То есть, приходит Радаев, приглашает Сараева, и вот они начинают каток на Волге организовывать. То есть, Комсомольский они сделают образцово-показательным районом и так далее. Но если кто-то не понимает, Комсомольский – это такой от кричащих тай-тай. То есть, в свое время, вот сейчас, в последнее время, уже не такая у него жуткая слава. Но раньше это было гетто такое, вот без преувеличения. Гетто, в которое, в общем-то, люди просто даже не ездили без крайней необходимости, да. Ну, я говорю, вот Вячеслав Шлавович наверняка у него есть какие-нибудь интересные истории на тему Комсомольского. Тем более, он там недалеко, в общем-то, работал, да, будучи еще участковым. Ну, относительно, но, тем не менее, в том районе, да. Вот, поэтому, вот теперь они решили сделать из гетто такой цветочек. Вот из всего Саратова они не могут сделать цветочек. То есть, весь Саратов превращается в гетто, а Комсомольский, который был всегда гетто, они теперь его превратят, в общем-то, в нормальный район. Посмотрим, к чему это приведет. Есть у меня большие сомнения, да, я думаю, небезосновательные. А вот на модернизацию коммунальных сетей Петербурга необходимо 900 миллиардов рублей. Тут, в общем-то, рассказывают о том, что все очень плохо. Тепло, электроснабжение, газо-водоснабжение, водоотведение в Петербурге, в общем-то, достоит до 2025 года. Ну, во-первых, оно уже никуда не годится, так же, как и во всех городах других России. Необходимо 877 миллиардов рублей на его модернизацию, да, из которых еще половина уйдет кому-то в карман, ну, какая половина, 80%, да, уйдет кому-то в карман, ну и так далее. То есть мы увидим очередную, очередной стадион на Крестовском, да, то есть, в общем-то, это зенит-арену очередную увидим, только уже в масштабах всего города. Но жители Санкт-Петербурга могут не напрягаться к 2025 году. В Саратове будет прекрасный поселок Комсомольский, вот, не хуже Санкт-Петербурга, поэтому вы можете приехать и, в общем-то, оценить наши саратовские такие зоны отдыха, туристические Мекки Саратова. В Новочеркасске из-за пожара эвакуировали почти 120 человек. Переходим, в общем-то, к происшествиям сегодняшним. 250 метров квадратных горела поликлиники номер один. Вот так выглядел пожар, достаточно серьезно. К счастью, я так понимаю, никто не пострадал, вовремя все эвакуировались. Но это, на самом деле, без доли иронии повезло, потому что, в общем-то, мы видим серьезное возгорание в поликлинике, где, в общем-то, люди, в том числе маломобильные, пенсионеры, которые, в общем-то, или больные люди, которые не могут быстро покинуть то или иное здание. Поэтому радует, в общем-то, что обошлось все без трагических последствий. Хотя, конечно, могло все закончиться гораздо более серьезно. А вот в Екатеринбурге женщина бросилась под поезд в метро. И тоже все закончилось, к счастью, не так плохо, как могло бы. Ее, в общем-то, отвезли. То есть, ее достали с рельсов. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, открытый перелом голени. Спасатели, в общем-то, вовремя вмешались. И она сообщила о том, что прыгнула сама. И, в общем-то, мы плавно таким образом от этой новости переходим к нашему опросу. Сегодняшнему в группе ВКонтакте. Напоминаю, что ссылка на группу ВКонтакте есть в описании под видео. И там вы, в общем-то, можете сегодняшний опрос увидеть. А опрос посвящен теме, очень серьезной теме, очень болезненной для России. Теме суицидов, к сожалению. В последнее время мы все чаще слышим о суицидах, как подростковых, как детских, так и, в общем-то, взрослых состоявшихся людей. Поэтому интересно ваше мнение на тему того причины. В первую очередь, причины происходящего. С чем это связано? С нижеским уровнем доходов людей. С отсутствием перспектив. С отсутствием какой-то системы, согласно которой, в общем-то, люди должны получать психологическую поддержку, попав в сложную ситуацию. Ну и так далее. Ваши развернутые ответы оставляйте в комментариях. Это будет очень интересно. В комментариях здесь, на ютубе или вконтакте. И голосуйте в вопросе. Так же, как и сегодня, мы результаты подведем в четверг. Будет, я думаю, в общем-то, занимательно узнать наше общее мнение на эту тему. Вот вы как раз говорите о том, что там, ну, в смысле, не вы. Мы все с вами говорим о народной демократии, да, и о мнении большинства. Вот, в общем-то, мы с вами так, пускай и на очень таком низком уровне, да, не то что низком, на примитивном, вот так скажем, да, на примитивном уровне между собой, между друг другом. Но, тем не менее, узнаем мнение по разным вопросам. И они, кстати, зачастую различаются, скажем так. И иногда даже кардинально. Мы с вами разные, это нормально. В Курганской области покончил с собой майор полиции. Кстати, это уже не первый и не второй, и даже не третий случай. В этом году уже, по-моему, пятый или шестой полицейский стреляется. Ну, с чем это связано, можно догадаться самим. Как раз с отсутствием перспектив, да, то есть, когда рассказывают о том, что там каждый полицейский получает там по 150 тысяч в месяц, но, наверное, это, мягко говоря, не так. Ну, и, в общем-то, люди более-менее смышленные, они понимают, что происходит, и иногда, к сожалению, принимают неверные решения. Вот этот полицейский мог стать героем, вот без иронии. Он мог стать героем, его, в общем-то, именем назвали бы какую-нибудь улицу, и он бы вошел в историю, да, после 5-го, 11-го, 17-го, если бы он себя правильно повел, но он, в общем-то, опустил руки и повел, ну, в общем-то, совершил то, что совершил, поэтому... Это, конечно, непростая тема, я говорю, что люди, которые сталкиваются с темой самоубийств, они, к сожалению, нужно, в общем-то, оказаться на их месте, да, чтобы понимать, что они чувствуют, и тогда уже квалифицированно, скажем так, об этом говорить. Не побывав на их месте, наверное, сложно об этом рассуждать, но, тем не менее, конечно, призываю вас всегда как-то стараться держать себя в руках, да, это, может быть, иногда непросто, но, тем не менее. В Ростове скончался выпавший из окна лицея подросток, тоже жуткая история, причем я не понимаю, почему детей 14-летних называют студентами. Я, может быть, что-то не понимаю в нынешней системе образования, но, по-моему, студенты – это те, кто учится в университетах, да, либо оно в среднем, ну, в том, что раньше называлось ПТУ, да, тут человек школьник, я так понимаю, 14-летний, и, в общем-то, все называют студентом. Я, может быть, что-то как-то не знаю в нынешней терминологии образовательной, да, хотя вроде не так давно в этой системе был. Но странная история, то есть молодой человек открыл окно, залез на подоконник, после чего выпал из окна. История действительно странная, зачем он это сделал. В общем-то, я так понимаю, что началась проверка Следственного комитета, был ли это суицид, или же, в общем-то, какой-то спор, или вообще с чем связана данная ситуация. Я думаю, в скором времени мы узнаем. Пока сложно говорить, конечно, вариантов, может быть, очень много, начиная от какого-то спора банального, да, с ровесниками, какой-то, я не знаю, там, глупости, шалости, и заканчивая, конечно, самыми печальными, да, такими мыслями, которые приходят в голову, о которых мы уже говорили. В больнице Благовещенска врачи без профильного образования проводили операции. Ну, вот, замечательно. Мне тут рассказывают, что я, не будучи, не имея, значит, диплома квалифицированного журналиста, не могу работать журналистом, но вот тут люди, не имея диплома врача, работают врачами. И, наверное, все-таки в их случае это как-то более жутко. Ну, об этом можно много, конечно, говорить, образовании в целом, о гуманитарном образовании так или иначе, но врачей, конечно, допускать без образования, наверное, к операциям, по крайней мере, без экстренной необходимости, если никто не умирает, если это не единственный человек, который оказался где-то на улице, да, и оказал какую-то помощь неквалифицированную, но срочную, да, то есть не оставил человека умирать. Тут ситуация другая, поэтому нужно, конечно, принимать меры, очень серьезные меры в таких случаях. Да, и вот на востоке Москвы украдена рекордная партия красной икры. Мне сразу вспомнилась история, которую я уже рассказывал. Украли со склада красную икру на сумму 40 миллионов рублей. Вот нигде, к сожалению, не пишут, сколько это в объемах, это сколько там, килограмм, тонн, я не знаю, ну не тонн, конечно, килограмм. Но вот я рассказывал уже историю о том, как я один раз совершенно случайно в гостинице, ну в съемной квартире, скажем так, нашел целый шкаф с красной икрой, который вот шкаф там, я не знаю, двухметровый, или даже может быть 2,20, 2,30, и он полностью с самого низа и до самого верха аккуратно был уложен такими банками с красной икрой, причем с настоящей красной икрой, не с той, которая продается там за 30 рублей в магазине, да, а там за 130, неважно, а с настоящей красной икрой, по-моему, финской, я могу, кстати, ошибаться, но, по-моему, это была финская красная икра. Я икру не ем ни в каких количествах, и, в общем-то, и не ворую ее, поэтому ни тогда, ни сейчас я к этому не причастен, и вообще как-то всеобщей истерии на тему икры как деликатеса не испытываю, хотя покушать люблю. А вот в Красноярском крае депутаты будут судить за пост в Одноклассниках, и ладно бы, если бы какого-нибудь Милонова бы начали судить за пост в Одноклассниках, но, увы, значит, депутата сельсовета Антонину Малыхину за пост в Одноклассниках звучит он следующим образом, ну, вернее, фраза, за которую зацепились, да, следователь, звучит так. Так вот, я уверен, что администрация сельского совета при покупке жилья получает откаты от продавцов. Вот, администрация, в общем-то, сельсовета требует от Малыхиной опровержения и компенсация в размере 300 тысяч рублей за причиненный репутационный вред. Это парадоксально. Какая-то администрация имеет репутационный вред. У них есть еще какая-то репутация. Они бы еще назвали это причинение там совестного вреда, да, что у администрации есть какая-то совесть. Но я думаю, что администрация не богуча, да, поселка Богуч, не, в общем-то, какого-либо другого населенного пункта, не имеет ни совести, ни репутации. Понятно, конечно, ни один депутат, ни один человек не может посягать на репутацию администрации, сложно посягать на то, чего нет, и что, в общем-то, испорчено и без постов в одноклассниках, скажем так. МЧС, пожалуй, с ФСБ на строителей стадиона к чемпионату мира в Нижнем Новгороде. Очень интересная история. Я так понимаю, что нашли большое количество, в общем-то, нарушений по противопожарной безопасности на стадионе. И, в общем-то, это радует, конечно, что еще хоть кто-то за этим следит. Я понимаю, что, скорее всего, это какой-то наезд на подрядчика, что, скорее всего, кто-то пилит какие-то деньги. Я в этом не сомневаюсь, но я и не сомневаюсь в том, что, в общем-то, на этом стадионе и на всех других стадионах нарушаются правила противопожарной безопасности. И поэтому, если, в общем-то, МЧС под каким-либо предлогом, неважно, даже коррупционным, этим вопросом занялись, то, наверное, все-таки пускай на 0,5%, но пользу это принесет, я, по крайней мере, склонен надеяться на это. Поэтому, может быть, это и не такая плохая новость. Пускай пилят деньги, но хотя бы на 0,5% какую-то безопасность соблюдают. По крайней мере, пока, скажем так. В Москве девушка в маске и с ножом устроила драку в троллейбусе. Какая-то странная история. Мне интересно, во-первых, сколько лет было этой девушке. Да, это пока нигде не сообщается, но я не удивлюсь, если девушка была несовершеннолетней или же, в общем-то, подростком. Ну, не подростком, там, только вступивший, в общем-то, в права совершеннолетнего человека, то есть 18-19 лет. Почему я так думаю? Ну, потому что мы с вами говорили, и, в общем-то, кто только об этом не говорил. Мне скинули огромное количество ссылок, начиная, там, я не знаю, от едва ли не Навального и кого-то еще. То есть все обратили внимание, что вот эта осень заканчивается, вернее, начиналась, и, в общем-то, сейчас уже заканчивается большой волной, скажем так, подросткового насилия. То есть и Хабаровские живодерки, и Псковская трагедия, и в Новосибирске подростки, которые напали на бабушку, и которых там только с ружьем остановили. Да, и вот это продолжается, продолжается, и мы видели, как один подросток застрелил свою, в общем-то, подругу в голову из травматического пистолета, который там у кого-то, значит, достал из сейфа, как он говорит, случайно. Я, кстати, не исключаю, что, возможно, действительно случайно, в смысле, застрелил. Но, тем не менее, вот такое неоправданное насилие продолжается, и вот здесь тоже оно, опять-таки, неоправдано, а значит, наталкивает на мысли о том, что, в общем-то, возможно, мы узнаем, что ей либо не было 18, либо до 20, там, я не знаю, одного до 22 лет. То есть, совсем молодые люди почему-то вот подвергаются такой агрессии. Я не знаю, с чем это связано, наверное, это вопрос каким-то квалифицированным психологам, психиатрам, которые именно могут, скажем так, с глобальной точки зрения на это мыслить, но мы вот видим это, и это, конечно, факт уже. Да, и, в общем-то, пишут о том, что это наркота. Я не исключаю того, что это наркота, но мы видим, что более-менее, то есть, как сказать, более-менее спланированная ситуация, да, то есть, человек в маске, человек с ножом, то есть, я не думаю, что, ну, вернее, я знаю, как ведет себя человек в наркотическом опьянении, в частности, под спайсами, да, то есть, это человек, который не задумывается о том, что они не надеть ли мне маску, чтобы меня кто-то не заметил, или, там, не взять ли мне нож, то есть, это человек, ведущий себя абсолютно хаотично, да, хаотично, бесконтрольно, и, в общем-то, тут, на мой взгляд, это не совсем та история, не совсем та ситуация. Посмотрим, я думаю, в скором времени мы узнаем. А вот в Москве мужу юристов и БК Соболь вкололи опасное вещество, и вот это совершенно жуткая история, для меня это всегда оставалось загадкой, почему до сих пор никому не приходит в голову, я имею в виду всевозможным, ну, всевозможным мудакам, вот, по аналогии с этой ситуацией, да, в общем-то, колоть какие-то вещества людям, да, то есть, на людей нападают, людей избивают, людей, там, стреляют, да, то есть, разные есть способы, скажем так, давления, да, условно назовем это так, но почему-то никто не колет какие-то вещества, огромное количество веществ, которые можно уколоть, и человек останется жив, но у него будут очень неприятные последствия, мягко говоря, да, и это очень, скажем так, безопасно для нападающего, то есть, представьте, устроить какую-то драку, там, даже во дворе, это, в общем-то, шум, это крик, это может по-разному закончиться, человек может быть вооружен, он может вам дать какой-то отпор, а просто в толпе, где-нибудь в метро человек уколоть, там, я не знаю, в попу или в руку, и он даже ничего не поймет, да, через полчаса, в общем-то, начнутся очень серьезные проблемы со здоровьем, то есть, тут абсолютно аналогичная ситуация, мужчину поджидали возле подъезда, как говорят лица кавказской национальности, и со словами «без обид», в общем-то, вкололи некое вещество, его госпитализировали, в общем-то, у него отказали конечности, ну, в смысле, онемели, скажем так, да, то есть, я так понимаю, что в данный момент, в общем-то, осталось легкое окружение, то есть, основные последствия прошли, скажем так, да, но тем не менее, это, конечно, жуткая история, и если вы видите, причем тут очень сложно с этим бороться, в том плане, что, ну, вообще сложно бороться с человеком, который вооружен шприцом, да, то есть, поэтому тут я, в общем, не советую, да, если кто-то вдруг хочет этим вопросом заняться и таким образом давить на людей, не советую, потому что можно просто получить ножом в пузо или пурей в лоб, поэтому давайте мы не будем так делать. Причем, я думаю, что сейчас, если пойдет вот эта волна с всевозможными нападениями, со шприцами, то мы увидим огромное количество случаев, когда люди просто уже из такой панической, да, параноидальной ситуации борут друг друга бить ножами, борут друг друга стрелять, просто потому что кто-то показался, в общем-то, ну, скажем так, агрессивно настроенным, да, или каким-то подозрительным, потому что, ну, действительно тут можно проморгать одну секунду и получить очень серьезные проблемы, очень серьезные проблемы. Давайте поотвечаем на ваши вопросы, у нас, в общем-то, 19.40 по московскому времени, сегодня давайте покороче сделаем эфир и поотвечаем на ваши вопросы, а буквально через час уже увидимся в плохих новостях, услышимся, да, в моем случае. Доспехи носить, да, это неплохая мысль. Почему мы не используем хромакей? Потому что, если вы заметили, мы работаем в прямом эфире, и принцип сокращения нагрузок мы используем. Видимо, я действительно что-то не знаю, спрашивают про эфир Соловьева, про справедливость. Я не в курсе, о чем речь. Если честно, я не думаю, что я узнаю что-то для себя интересное. Про хаббат, не знаю, что вам рассказывает про хаббат. Евреи правят миром, везде третий глаз среди нас. Нет, с хаббатом я не сталкивался. Когда столкнусь, я вам обязательно расскажу, что хаббат правит миром, и все мы, в общем-то, теневое правительство, тайный заговор и так далее. Пока я с этим не сталкивался. Когда столкнусь, если столкнусь, я обязательно вам об этом расскажу. Что делать с китайцами? Революция демографии не отменится. Это очень серьезный вопрос. Китайцы, конечно же, будут экспансировать те или иные территории, потому что и аннексии производить. Но потому что, понятно, китайцев уже на данный момент огромное количество, и они не помещаются у себя на, в общем-то, в территории той территории Китая, которую они имеют. Но, естественно, здесь, в общем-то, будем говорить так, что право сильнейшего. То есть, естественно, если Китай увидит, что Россия будет обладать определенным потенциалом, в том числе и военным, нормальным потенциалом и политическим потенциалом, то тогда, конечно, я думаю, что экспансия будет уходить куда-то в другую сторону, да, и есть там страны, которые могут подвергнуться аннексии, да, помимо территории России. А пока все очень просто. Пока Путин им раздает бесплатно эти территории, зачем им вообще париться? Зачем какие-то там стратегические планы разрабатывать? Нет, они, конечно, разрабатывают, но зачем? То есть, если все раздается бесплатно со стороны нашего собирателя земель русских ВОЛы. В школу пока не ездил, приехал вообще в Москву сегодня утром, спал полтора часа, меньше, час с небольшим, вот, поэтому пока я еще даже не... В школу, в смысле, спрашивают про одиночный пикет, пока даже не подходил к этой ситуации, сейчас нужно решить, в общем-то, ряд вопросов, я думаю, что мы о них сегодня еще поговорим, определенные сложности у нас возникли. Что бы мы про НАТО? НАТО было бы очень к месту, да, то есть, что такое НАТО? НАТО – это военный альянс, который создавался для сдерживания советской агрессии, так или иначе, да. Есть ли сейчас советская агрессия? Конечно, нет, ну, потому что нет Советского Союза. Но остается, в общем-то, путинская агрессия, которая в последнее время растет и ширится, да, поэтому и НАТО растет и ширится. Как только не будет путинской агрессии, в общем-то, я думаю, что мне было бы намного спокойнее, да, как и Вячеслав Ильич Лавович эту фразу говорит, и я под ней подписываюсь, мне будет намного спокойнее, если на границе с Китаем вместе, в общем-то, с нашими пограничниками будут стоять какие-нибудь условные там, я не знаю, норвежцы или условные там ирландцы, ну, совсем условные, да. Вот, и почему, в общем-то, я должен, почему я должен этого бояться? Конечно, я очень далек от мысли, что НАТО там будет уничтожать Россию, потому что они, пиндосы, янки, наступают, эгегей, вперед в окопы, нет, нет, друзья. Что ответить тем, Сергей, что ответить тем, кто говорит, что если бы Путин не хотел, то ни Мальцева, ни вас, ни Навального и т.д. не было бы. В общем-то, отчасти ваши оппоненты, да, с которыми вы дискутируете на эту тему право, однако вы им задаете вопрос, а, ну вот не станет сейчас Мальцева, не станет, там, я не знаю, Навального, не станет до кого угодно, вот, любого политического деятеля сейчас возьмите, и это что изменит-то? Ну что это изменит? Я понимаю, если бы у нас был такой жесткий режим, там, как, я не знаю, условно, там, какого-нибудь Пиночеда, да, который стоит на всех ногах, и никакой оппозиции нет, и, в общем-то, режим держится, да, даже не то, что держится, а там, в общем-то, проникает во все слои общества, да, как, в общем-то, большой брат. Тут мы видим о том, что с Мальцевым, без Мальцева, с Навальным, без Навальным все рушится и все обречено, понимаете, вот парадокс, все обречено. Будет Мальцев, не будет Мальцева, будет Навальный, не будет Навального, какая разница, все все равно идет к, в общем-то, финалу, да, вопрос, какими силами, да, какой ценой, вот, вот так вопрос стоит, какой ценой? С Мальцевым и с Навальным и с кем-то еще цена будет, конечно, ниже, это очевидно. Северная Корея, ну, Северная Корея, у них есть определенные проблемы, и, как бы, и без оппозиции, скажем так. Если будет революция, вы не боитесь за свой рояль? Отнимай рояль. Я не боюсь за чужой рояль, не волнуйтесь. Да, другой Мальцев придет тоже, да, абсолютно верно. Тогда нужно вообще всех убить, всех расстрелять, и парадокс, что все равно он рухнет, этот режим, ну, потому что это очевидно. Разница в том, что, если бы было так, как ты говоришь, Белова и Демушкина бы не прикрыли. Но у нас, во-первых, тоталитарное государство, естественно, оппозиция подвергается всевозможным репрессиям, это очевидно. И Навальный подвергается репрессиям, и Мальцев подвергается репрессиям, и я, и вы, и все, потому что у нас такой тоталитаризм, причем в самом плохом смысле, да, то есть тоталитаризм бывает, в общем-то, и в таком более-менее лояльном виде, это, конечно, совершенно нелояльный вид, вот. Поэтому, но опять, это ничего не меняет, понимаете. Ну, вот завтра закроют всех, вот всех, абсолютно всех. Всех Навальных, всех Мальцевых и так далее. Что от этого изменится? Что у нас экономика пойдет вверх? У нас стабилизационный фонд там куда-то вырастет? Конечно, нет. Вопрос тебе, Вячеславу, как оказывается принципиальный? Должна ли быть государственная пропаганда здорового образа жизни? Конечно, а как иначе? Конечно, должна быть. Что значит пропаганда? Пропаганда в виде такого вот, вот этой геббельсовской пропаганды, которую мы сейчас видим в исполнении, даже не геббельсовской, геббельсовская хотя бы была какая-то, скажем так, качественная, вот, правильное слово наберем. То, что в исполнении путинцев, сейчас, конечно, не должна быть такая. Пропаганда в виде того, что нужно там ходить и кого-то бить по рукам, кто там пьет пиво на лавочках, ну, наверное, тоже с государственного уровня, конечно, тоже так быть не должно. Пропаганда должна быть в первую очередь качественной, и делать ее должны профессионалы, а не те, кто ее делают сейчас. Причем любая. Пропаганда здорового образа жизни, пропаганда политическая. Вот посмотрите все эти там плакаты, все эти лозунги, там, ролики «Единой России». Это что, делают профессионалы вот эту пропаганду? Это, конечно, нет. Пропаганда «Единой России» Вопросы к Мальцеву, это вопросы к Мальцеву. Ну, ладно, я даже не буду отвечать, потому что это слишком какой-то глупый вопрос. Я думаю, что у большинства людей есть на него ответ. Сейчас. Нет, вот это хороший вопрос. Я к тому, что кого-то закрывают, и, значит, кому-то есть до этого дело, а кого-то на мосту стреляют, значит, тоже есть кому-то до этого дела. Вы, походу, не перешли по кату грань, вас не трогают. Но, во-первых, нужно понимать, что вот вы рассматриваете с точки зрения системы, что есть какая-то система, где сидят люди, где анализируют, где проводят какие-то там мероприятия, мероприятия, там, следственные. Вот это как раз чертов большой брат, что вот существует какой-то большой брат, который за нами следит, который рассматривает там нашу опасность потенциальную, там, сегодняшнего дня, завтрашнего дня, недели. И вот у него там есть кто самый там наиболее опасный оппозиционер, к чему это может привести, тогда ничего этого нет. Все вот эти центры Э, ну, я бы сегодня вам рассказал пример, что я вчера делал с этими центрами Э, на каком месте я их вертел. Но это совершенно непрофессиональные органы, это люди, которые могут заниматься только ловлей каких-то школьников или пенсионеров за репосты и за картинки ВКонтакте. Это вот их уровень работы. То есть, какой большой брат, о чем вы вообще говорите? Я неоднократно с этим сталкивался, когда вещи, которые... То есть, это настолько смешно для меня было, когда какие-то ФСБшники там, в общем-то, не знают элементарных вещей там о нашей деятельности, о чем-то еще, да? То есть, они из себя строят какую-то великую непобедимую силу, какой-то НКВД такое своеобразное, что у них везде там какие-то жучки и камеры, но они не знают ничего и ни черта. Поэтому и в случае с Демушкиным, и в случае с Поткиным Беловым, и в случае с этим, как его, прости господи, Немцовым, это все человеческий фактор. Вот есть какой-то один придурок, фамилию его мы все знаем, который позвонил и сказал там, «Ах, надо там вот этого шайтана застрелить!» Вот. И он поехал там, да, и все произошло. Вы думаете, он там какие-то проводил, там, исследования, и все это там как-то измерял? Конечно, нет. Неужели вы не можете от себя ответить за Мальцева? Конечно, не могу, вы что, издеваетесь? Я не Мальцев, и я не Песков, который отвечает за Путина. Есть Мальцев и есть я. У меня есть какое-то свое мнение. Может быть, оно там менее авторитетно для вас, но извините, другого у меня нет. Поэтому неужели я не могу ответить за Мальцева? Конечно, не могу. Вы можете меня спросить какие-то вопросы, которые не адресованы лично Мальцеву. Там, как Мальцев думает? Ну, как я могу ответить, как Мальцев думает? Я что, его личный психотерапевт? Конечно, нет. Если вы спросите там, я не знаю, а где сейчас Мальцев находится, я знаю, где он находится. Я могу вам ответить на этот вопрос. Ну, то есть, такие вот банальные примеры. Есть термин «полезный идиот», «вы полезный государству», «обоссаться» «мы полезный государству». Государству мы абсолютно бесполезны. Грибочек великий, так же, как и вы, бесполезны для этого государства. И, в общем-то, если у вас есть зачатки интеллекта, то я, в общем-то, понимаю, о чем вы говорите, но, скорее всего, у вас их нету, и поэтому вы просто глупо сейчас сказали. А если есть, то мы тогда не государству полезны, а определенным людям в этом государстве. И мы им полезны просто потому, что мы движемся в определенном направлении вместе, но не потому, что мы там за руку идем, грубо говоря. Почему Жуковский отказался от эфира? Да у меня нет ответа на этот вопрос. Он и не отказался, но при этом мы его и не видим. Интернет уже, по некоторым данным, преобладает над СМИ. Конечно, интернет будет шириться и развиваться, и я думаю, что в скором времени мы увидим, что интернет, в общем-то, опередит не только средства массовой информации, какие-то я имею в виду там. Но, в общем-то, интернет будет побеждать телевизор. Он уже его побеждает. Не, ну это настолько глупые вещи, вы пишете. Если вы действительно в них верите, Навальный и Мальцев, это отвод пары с чайника, если вы в них действительно верите, то, ну, наверное, вам нужно как-то пересмотреть свой взгляд на мир и немножко как бы извилинами пошевелить хотя бы время от времени. Нет, если вы в это не верите, вопросов нет. Где Мальцев находится? Вот за этой дверью. Тогда так, Сергей, ты будешь голосовать за запрет смертных репрессий к тем, кто сейчас мешает жить. Я говорил о том, что я скорее против смертной казни, в смысле я как личность, в смысле как гражданин, как вот этот носитель голоса, который может, в общем-то, да, там что-то менять в идеальном государстве. Да, я скорее за запрет смертной казни не потому, что мне их жалко, не потому, что там что-то еще, а потому, что я считаю, что это слишком просто. Умереть это слишком просто. Если бы мне задали вопрос всю жизнь гнить в какой-то тюрьме или вот там пулю в лоб, какую-то инъекцию, ну, не знаю. Я думаю, что для меня ответ был очевиден. Начал активно отвечать на вопросы, но если вы знаете формат нашей передачи, то мы всегда отвечаем в конце эфира на вопросы. Зачем выгнали вальцевую садуфет? Никто никого не выгонял. Раздел России. Ваша цель с помощью революции вытекающего... А что делить, простите? Что здесь делить? Что вообще осталось здесь делить? Вы шутите, что ли? Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Окей. Я очень долго сдерживался, чтобы не забанить человека, но окей. Он очень упорно шел к этой цели. Очень настаивал на этом. Что думаю про Ходорковского? Я нормально отношусь к Ходорковскому. Ну, в смысле, нужно понимать, что Ходорковский там 2000-х годов и Ходорковский сегодняшнего дня это два разных человека, да, и к Ходорковскому сегодняшнему, наверное, я скептически отношусь, мягко говоря. К Ходорковскому его политической роли там в начале 2000-х годов, там в 90-х, это совсем другая личность была. В ВК люди хотят Сергея Иванова, экс-продюсера Гоблина, на подготовке послушать. Он тоже не против искать всякое интересное Гоблина-патрулить. У нас сейчас ряд, ряд, скажем так, дебатов, да, и телемостов будет, и поэтому я думаю, что... Почему нет? Будет ли у вас Сулакшн? Вот это в том числе вопрос к нам, к вам, вернее, будет ли у нас Сулакшн? Дайте нам его контакты, мы его позовем. Ходорковскую систему перевоспитала, да нет, он просто пережиток, наверное, прошлого, мне так кажется. Все меньше времени остается до 5.11.18, все больше убеждать, что ничего не будет. Ну вот, как вы видите, как мы с вами по-разному на это смотрим. Радует, что я вижу гораздо больше, чем вы, и, в общем-то, все будет хорошо, не волнуйтесь. Вы упорно не отвечаете, что означает театральная маска. Какая театральная маска? Где вы видите какую-то театральную маску? Я присылал контакты с Сулакшн, что он не отвечает по телефону, надо поискать, мы, по-моему, пытались созваниваться, и как-то у нас это не получилось. Давайте займемся этим вопросом, почему нет. Вы всегда говорите за что конкретно банят, что-то выглядит как раз справа над неугодными. Человек глупости пишет в течение всего эфира, причем, ну, раз это было там забавно, два, три, ну, когда это через каждые, через каждые три сообщения, и люди уже пишут о том, что, ну, уже не смешно, и я не баню, я отправляю в, в общем-то, исключаю из беседы на 300 секунд. То есть человек с нашего канала не удален, он через, через там пять минут сможет опять писать, все хорошо. Это, это, расправа над неугодными. Так, ну что, давайте какой-нибудь последний вопрос. Про хирурга, я думаю, мы после, вот, в девять поговорим про хирурга. Сулакшин против Мальцева высказывался, вот как вы любите все перевирать, я просто поражаюсь. Это какая-то вообще особенность человека, он, в смысле, человека, в смысле, имею в виду вообще хомо сапиенса, да, он почему-то постоянно ищет врага. Вот такое ощущение, что у нас с вами не хватает врагов. То есть, что-то Камикадзе там сказал, там, я еще не знаю, полгода назад какую-то совершенную мелочь, все, Камикадзе, там, агент Кремля, он против Мальцева, Сулакшин сказал, что Мальцев, в общем-то, использует одинаковые политические ходы, как и Жириновский. Все, Сулакшин против Мальцева. Но вы умеете, как бы, читать между строк-то. Я понимаю, что люди у нас категоричные, да, то есть, если Мальцев вчера не сказал, что Фидель Кастро это последний негодяй, которого нужно там расчленить и раскидать по Кубе, значит, Мальцев поддерживает диктаторов, и сам диктатор, и гребаный совок, и так далее. Но не так, все просто. Если бы все вот так вот было просто, градационно, да, черное и белое, хорошие и плохие. Почему меня Саратов сославили? Наоборот, я в Москве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА так то хорошо ваши как москва очень люблю москву я что-то не особо ничего не успел посмотреть мы вещества шлач нас решил убить папа по пути но если он захочет он сам расскажет романтическую историю вот как помните в бэтмене было да там знаешь откуда у меня эти шарамы вот знаете откуда у меня эти седые волосы на уме их пока нет но они скоро появятся если мы еще раз так покатаемся я его заставлю рассказать эту историю выдаться сейчас очень ладно на этой интригующей ноте прощаемся с вами до плохих новостей большое спасибо что вы нас смотрите в общем то ставьте лайки участвуйте в опросе в группе вконтакте следующий эфир у нас будет четверг присылайте свои новости это очень важно больше ваших новостей хороших разных поэтому спасибо до свидания и 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